В один жаркий летний день, я дремал на втором этаже нашего дома с открытым окном. В комнате дул приятный ветерок, что делало ее очень уютной. Внезапно меня разбудил необычный звук. Задаваясь вопросом, что это было, я оглянулся и, к моему удивлению, увидел гремучую змею. Я подумал, это сон. Но это не так. Змея трясла хвостом, издавая такой шум. Я был так напуган, что не мог пошевелиться. В этот момент раздвижная дверь быстро открылась, и появился мой любимый кот Кадама. Кодами было уже 13 лет, она была бабушкой-кошкой. Я крикнул, Кадама, беги, но она была очень храброй. Она быстро пошла за змеей, и когда она развернулась, нанесла быстрый кошачий удар. Она быстро отошла от змей. На мгновение я был ошеломлен, но затем быстро встал и начал искать что-нибудь, что можно было бы использовать в качестве оружия. Я схватил чайник с ячменным чаем и обернулся, чтобы увидеть, как Кадама держит змею передними лапами. Змея металась, сбрасывая Кодому, но я присоединился, и наступил змею на хвост. Нам удалось усмирить змею без дальнейших происшествий. Приехавшая полиция объяснила, что змея действительно была настоящей гремучей змеей, и, похоже, сбежала от кого-то, кто ее тайно хранил. Если бы Кодамы там не было, у меня могли бы быть серьезные проблемы. После этого Кадама на какое-то время стал местным героем. Все приходили к ней, и я очень гордился этим. Однако из-за того, что она укусила змею, один из ее зубов был слегка сломан, и какое-то время она могла есть только мягкую пищу. Бабушка-кошка Кодама осталась здоровой, но две зимы назад тихо скончалась. Тем не менее, я верю, что Кодама достаточно сильный, чтобы сразиться с гремучей змеей, наверняка даже сейчас где-то счастливо играет. КОНЕЦ